Кондитер, программист, модельер, фотограф или бухгалтер. Вот неполный перечень профессий, в которых может найти себя человек с дефектом слуха. В Самаре стартовал пилотный образовательный проект для воспитанников спецшкол. Каждую неделю к детям с патологией слуха будут приезжать специалисты разных областей, давать мастер-классы, проводить тестирование. Запланированы и выездные экскурсии. Просто раньше было так, что ребята из интерната выходили с каким-то образованием. Учились в мастерской столярной, слесарной, швейное дело, домоводство. На данный момент такого нет. То есть ребята заканчивают 9, 10, 11, 12 классов, но по 9-летней программе. И, соответственно, это хоть какая-то надежда и шаг более подробнее понимать вообще будущую жизнь. Это на самом деле новая уникальная программа. И мы надеемся, что и дальше получится ее развивать и реализовывать. Слабослышащих детей познакомят с компаниями, где готовы принять штат специалистов без слуха. В проекте будут участвовать три региональные школы-интерната. Детям именно с нарушением слуха доступно многое. Мы можем даже этого не догадываться, потому что дети, они раскрываются в самый неожиданный момент, могут раскрыться. И они могут наравне со слышащими, с людьми, которые не имеют ограничения здоровья, и они могут быть также полезны и социализированы, и быть нужными. В проекте примут участие 170 воспитанников школ-интернатов. Через год по плану авторов программы каждый сможет определиться, в какой профессии он хотел бы себя проявить. Андрей Горгуленко, Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.